О Самарянке и на слова. Пришел Иисус в город Самарийский, называемый Сихарь. Сегодня возвестил нам Христос о подвигах Самарянки, и нашему скудному слову приходится пуститься в море ее добродетелей. Взирая на ее веру, я хочу посвятить ей похвальное слово и вместе с вами восхвалить ее бедную и вместе богатую блудницу и апостола. Погибшую и верную, имевшую многих мужей и получившую много сил, многих осквернившую и единородному слову Божию послужившую, оскверненную и очищенную, возжаждавшую и возжелавшую живой воды и унаследовавшую благодать небесных источников. Что же говорит Евангелий Сиан, возгремевший об этих неизреченных тайнах? Пришел Иисус в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус же утрудился. Как же говорит пророк Исайя, Бог великий не взалчит, не возжаждет, не утрудится. Исайя 11, 28. Между тем, Евангелист Матфея в своем Евангелии о нем пишет. И постившись сорок дней и ночей, напоследок взалкал. Евангелист Иоанн, как ты только что слышал, говорит, Иисус, утрудившись от пути, один говорит, что он взалкал, а другой приписывает ему и усталость. А пророк Исайя, вещая Духом Святым ясно, говорит, Бог великий не взалчит, не возжаждет, не утрудится. Нет ли здесь противоречия между Евангелиями и пророчеством? Конечно нет. Ни пророк не погрешил, да не будет. Ни апостолы не написали противного Духу Святому и пророчеству. Но дело в том, что домославительство Спасителя нашего, великого Бога, имеет характер несколько двойственный и необычный. Я разумею, соединение в нем Божества и человечества, согласно его воле и решению. И вот пророк возвещает могущество и величие его Божества. А апостолы и евангелисты изображают истинное его домостроительство по плоти. Итак, Иисус утрудился от пути и сел при источнике и был час шестой. Здесь необходимо возлюбленно исследовать, почему евангелист указал и место, где это происходило, и час, и отсутствие учеников, место в словах. Сел у источника, у колодца. Час был шестый. А отсутствие учеников с замечанием ученики его пошли в город купить пищи. Почему же указал он место? Сейчас объясню. Христос имел в виду духовную ловлю. С этой целью он и пришел туда, где ему предстояло добыча. Знаешь, как делают рыбаки? Не на всяком месте в море закидывают они сети, а на таком, о котором они уже знают, что там водится рыба. Ведь в море есть много мест, которые преимущественно перед другими доставляют пищу рыбе. Так и Господь наш Иисус Христос, великий Бог по пророчеству, знал, как Бог, что здесь может он встретить добычу, то есть эту женщину-самарянку. Именно как рыбаки выбирают те места, где надеются поймать рыбу, так и Христос пришел на то место, где мог он поймать самарянку и через нее сделать великий улов людей. Вот как объясняется причина, почему евангелист указал место. Почему же указал он и час? Ведь он говорит, что был час шестой. А вот слушай теперь о времени. Самарянка была очевидно из бедных и снискивала себе пропитание постоянным трудом, из бедных по телу и по имуществу, но не по благочестию души. Стоя у станка, она усердно занималась работой, которой и кормилась. В шестом же часу, когда все предавались отдыху, она, взявши водонос, носила воду. Всеведущий Господь знал, конечно, что то время, которым все пользуются для отдыха, она употребляет на ношение воды, отказываясь от отдыха. Поэтому в шестой именно час пришел он сюда, зная, что в это именно время она приходит за водой и может для него послужить духовной добычей. Для чего, наконец, отослал Господь своих учеников? Ученики ушли в город купить пищи. Эта бедная, как мы уже объяснили женщина, была робка и не решилась бы поднять взоры при многочисленном собрании. Если бы она увидела учителя, окруженного учениками, учеников, толпу народа, вообще увидела что-нибудь особенное, важное, внушительное, блестящее, она точно бы убежала и таким образом добыча была бы потеряна. Не решилась бы она подойти, значит рыба убежала бы из сети, не была бы поймана, а выскочила бы. Вот почему и отослал он учеников в город. Пойдите, говорит, купите пищи. Вы пойдите и купите себе, а я имею другой обед. Пища моя, говорит он, творить волю пославшего меня и совершить дело его. У вас плотская пища, а у меня духовная. Вам нужно купить, а мне выкупить. Христос искупил нас от клятвы законной, сделавшей за нас клятвою. Галатам 3.13 Говорит сосуд избрания Павел. Я желаю водою уловить эту духовную добычу. Теперь ты знаешь, почему обращено здесь внимание и на место, и на час, и на отсутствие учеников. Пора уже перейти и к дальнейшему. Приходит жена почерпать воду. Приходит самарянка за водой в шестом часу, оставивший работу у станка, чтобы в час отдыха запастись водою. Это было, как не раз уже говорила, в шестом часу. Когда Ева в раю приступила, заповедь был час шестой. А вот теперь самарянка получила спасение при источнике в том же самом шестом часу. Пришла самарянка за водой и видит Иисуса. Он произвел у нее впечатление простого странника, обыкновенного путника, искавшего отдыха и нашедшего для него место у источника. При виде столь ничтожного человека она не обратила на него внимания. Но он, Бог, ведущий всяческое, прежде бытия их, усмотрев сокровища веры, говорит ей, дай мне пить. Источник жизни, сидя у источника, просит пить. Не пить он хочет, но хочет сам дать пить. Дай мне пить, я тебе дам пить воду бессмертия. Я жажду спасения людей, жажду не пить, но напоить. Я подражаю своему отцу. Он говорил Аврааму, дай мне сына твоего, вознеси мне Исаака, сына твоего возлюбленного и инородного, во всесожжение на одной из гор, которую я тебе укажу. Не его сына, конечно, желая взять, сказал это Бог, а своего сына, желая пожертвовать для вселенной. 673. Это самое говорит сын громов божественный Иоанн, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. 3.16. Дай мне единородного твоего, чтобы я даровал миру своего единородного. Принеси мне в жертву сына твоего не для того, чтобы тебе принести, но чтобы мне принести в жертву сына моего единородного за спасение мира. Жертву живую, угодную, святую, так и здесь, дай мне пить, не для того, чтобы напиться мне, но чтобы тебе от меня получить питье. 4.16. Женщина говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. 5.16. Строгая женщина, вот чем тщеславится блудница, вот как соблюдает она закон, таков вообще род самарян, валяется в грязи блуда и хотят очиститься омовениями. 6.16. Как ты, будучи иудеем, просишь у меня пить, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. 7.16. Душу наполняют скверной, а тело думают очистить, так и самарянка, душа ее сквернена, она притирается о питье воды. 8.16. Что же Иисус не поразил ее, не сказал ей, я Бог от Бога, я основал и утвердил небо и землю, а в отделе и питье споришь со мной, ты, женщина, смердящая грехами. 9.16. Иисус сказал в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. 10.16. Видишь, как понемногу возбуждал он любовь ее до страсти, сказав, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой, дай мне пить, ты сама бы просила у него, и дал бы тебе воду живую. 11.16. Что же отвечает ему на это женщина? 12.16. Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? 13.16. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? 14.16. Великое представление имела эта женщина патриархи Иакове. Слушайте, прошу вас со всем вниманием, великое мнение имела об Иакове женщина самарянская, и великую славу усвояла ему как патриарху, как праведнику, так как он был отцом двенадцати патриархов. 14.16. Двенадцать колен Израилевых ведут свое происхождение от Иакова. 15.16. Знала она, конечно, и то, что он боролся с Богом, и оказался столь сильным, что Бог сказал ему, отпусти меня, ибо уже взошла заря. 15.16. Даже Бог, борясь с человеком, говорил, отпусти меня, потому что ты друг мой, и взошла заря. 16.16. А он отвечал, не отпущу тебя, если не благословишь меня. 17.16. Что это за борьба у Бога с человеком, и что она обозначает, как не то, что Бог имел облечься ради нас, нашей плотью? 18.16. Что же Бог сказал ему? 19.16. Ты не будешь больше называться Иаковом, но будет имя твое Израиль, потому что боролся с Богом, и человеков будешь побеждать. 19.16.17. Вот почему Самарянка имела об этом патриархе высокое мнение. 20.16.宿 Заметь мудрость Господа. Заметь снисходительность наставника. Не сказал ей, да, я больше отца вашего Якова. Не сказал ей и так, как сказал иудеям, прежде нежели Авраам был, я есен. Или еще так, истинно говорю вам, что многие цари и праведники желали видеть меня и увидели. Ничего подобного не сказал он ей, но ведет борьбу с патриархом и наглядным способом борется весьма сильно. Конечно, если бы он сказал ей, да, я больше Якова, он ведь от меня принял благословение, и я преподал ему его, то она не могла бы так скоро возвести своего взора на такую высоту откровения, и ей оставалось бы убежать. Ничего подобного не сказал он ей, но изъявление видимых предоставляет ей доказательство ясное и бесспорное. Что же именно говорит он ей? Всякий пьющий воду сию вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Были лица, посредствующие между Яковом и Христом, но он оставляет прение о лицах и обращается к сравнению между водой видимой и невидимой, благодатью. Ведь если бы он сказал, да, я больше Якова, она тотчас же бы удалилась, убежала бы в город, уклонилась бы от ответа, и, не выслушав объяснения, стала бы говорить в городе, безумный он, что ли, или помешанный, не то беснуется, не то бредит, странный, ничтожный человек. И вдруг говорит, что он больше отца нашего, или лучше сказать того, кто был отцом двенадцати колен Израилевых, получил благословение от Бога, ушел из своей страны бедным, а возвратился по особому промышлению о нем Божию богатым. Но Господь не сходил к женщине, и, применяясь к ее слабости, мало-помалу возводил свою собеседницу на высшую высоту. Рыболовы, как они поступают, слушай внимательно, бросают крючок в море, и, когда заметят, что рыба взяла, не то сейчас вытаскивает ее, но понемногу спускает ее, чтобы без помехи она проглотила приманку как следует. И, когда почувствуют, что крючок проник в самые внутренности ее, тогда быстро, без всякого колебания, вытаскивает рыбу. Так и Христос поступил с женщиной, не открыл ей с самого начала красоту Божества, и не дал ей обещаний великих благ, не возвестил о себе, как Творце Якова, но постепенно подготавливает ее душу к воспринятию истины следующими словами. «Всякий, пьющий сию воду, возжаждет опять». Не вдаваясь в сравнение лиц, он указывает на обилие благодатных даров, и таким образом на деле показывает свое преимущество перед теми, то есть и Яковом, и его сыновьями. Что же эта женщина? «Господи, — говорит, — подавай нам такую воду, чтобы мне не жаждать и не приходить сюда почерпать». Видишь, как скоро она поверила, что данная Христом вода уже не оставляет после себя места жажди. «Господи, дай мне воду такую, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Постепенно Христос возбудил в ней сильное желание его духовной воды. Она поверила, что есть вода, после питья которой уже не чувствуется боли и жажды, употребление которой уничтожает рукописание грехов. «Господи, дай мне воду сию, чтобы мне не жаждать и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Позови сюда мужа, если имеешь, — говорит общника-пассажите, — пусть он разделит с тобой и веру. Не одна прийми дар духовной благодати, но иди пригласи и мужа твоего, и приди сюда. Не одну Еву пришел я спасти через присно деву и Богородицу Марию, но и мужа хочу я воззвать опять в рай, ставший сам мужем. Иди, пригласи сюда мужа и приходи с ним». Хорошо, возлюбленные, учитель Вселенский Павел с той же самой целью писал Коринфянам. «Или не знаешь, жена, что спасешь мужа? Откуда знаешь?» «Но не будем уклоняться в сторону. Иди, пригласи мужа твоего и приходи с ним». Начала уже жена открывать грехи свои, начала исповедоваться и говорить, прежде всего, «Не имею мужа. Я погружена в бездну, блуда и невоздержание, и мужа не имею». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Пять мужей ты имела, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Что же значит, пять мужей имела, и этот не муж? Необходимо объяснить. Пять мужей имела эта женщина, и все они умерли. После этого она впала в блуд. И тогда никто уже не хотел вступать с ней в законный брак. Она же, не будучи в состоянии обуздать своих страстей, имела тайную связь. Таким образом, она не была ни явной блудницей, ни законной женой. Имела мужа тайно. А Христа думала обмануть как человека, сказав ему, «У меня нет мужа». На это Христос, знающий сокровенные тайны сердца и ведающий все прежде его совершения, говорит, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк». Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Какого пророка видишь ты в нем, женщина? Того ли, о котором писал Моисей, пророка из братьев ваших, как меня восставит вам Господь Бог ваш? Или другого какого? Его ли видишь ты в том, кому ведомы все тайны твоего сердца? Ведь именно указание Господа на ее тайный грех побудило ее в признании его пророком. Господи, вижу, что ты пророк. Вместе с Давидом должна бы она воскликнуть теперь, «От тайных моих очисти меня». Салом 18, 13, 676. Так сидел Бог, беседуя с женщиной. О, великое человеколюбие! Сидящий на херувимах беседует с блудной женщиной. Вижу, что ты пророк. А ты наши поклонялись на горе сей. А вы говорите, что поклоняться место, где нужно, в Иерусалиме. Блудница ведет речь о предметах веры, убедившись, что она беседует с пророком. Она не спрашивает ее ни о чем житейском. Исповедовала его Господом, но не просит у него богатства. Господи, вижу, что ты пророк. Исповедовала Господом. Но не спрашивает ни о чем, кроме учения отеческого. Отцы наши поклонялись на сей горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. На этой горе Саммор, Авраам, собственного сына Исаака, принес жертву Богу. А в Иерусалиме Яков на пути в Месопотамию, к Лавану, сирианину, видел во сне лестницу, восходящую от земли до неба, и боролся с Богом. Почему и говорит, Бог мой явился мне в лузе. Поэтому Самарянка, касаясь учений, говорит, Господи, вижу, что ты пророк. Что же Господь? Опять Он отвечает подобающей Ему мудростью. Так как она видела в нем Иудея, а сама была Самарянка, то Господь не пожелал дать прямого ответа на ее вопрос, не желая ни огорчить ее, ни вводить в заблуждение. Ведь Он искал только одного – направить эту женщину на путь спасения. И ничто другое не входило в его цели. Поэтому Он избегает всего, что могло бы ввести ее в заблуждение или пристыдить. Между тем, если бы Он сказал ей, что в Иерусалиме место ее должно поклоняться, как заповедовал Моисей сынам Израилевым, то, конечно, возбудил бы в ней большое недовольство. Тем более, что, как мы уже сказали, она имела за себя древнее предание о горе Сихемской, согласно которому на этой именно горе Авраам по повелению Божию должен был принести в жертву Исаака. С другой стороны, если бы Он, снисходя к ней, сказал, что это именно гора, и что Самаряне, кланяясь на ней, хорошо делают, то такие слова были бы, конечно, не истинны. Поэтому земные споры, предоставляя земле, Он возводит свою собеседницу к мысли о духовном поклонении и говорит жене, поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Видишь, лучшее наставление, видишь мудрость искусного Учителя. Веришь ли Сему, женщина? Смотри, как возбуждает Он веру женщины. Смотри, как душу Ее понемногу возводит к небесам, не пристыжая Ее за наружность блудницы, но служа спасению души Ее. Почему? Потому что Он и пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Потому что за погибшей овцой, не отлучаясь от недротеческих, снишовом к нам, преклонил небеса и сделался совершенным человеком, привык тем, кем был. Поклонение Богу не ограничивается местом, но повсюду распространяется познание божественной благодати. Уже более не присвояют себе иудеи и самаряне символов закона. Кто кланяется Богу Духом и Истиной, достойно кланяется. Отныне богопочтение не заключается уже в чужих всесожжениях, в тельцах и баранах. Нет боли обрезания и соблюдения субботы. Нет ни храма, ни жертвенника, ни козла отпущения, ни святого святых. Упразднена тень и служение, и извращенные субботы. Новомесячий ваших и суббот, говорит Бог через пророка, не потерплю празднование и беззаконие, ненавидит душа моя. Поклоняющиеся Ему должны поклоняться Духом и Истинною. Все это прошло как тень. Древнее миновало, все стало новое. Благодать отвернулась от письмен. Я не требую же, чтобы поклоняющиеся Богу собирались по закону в одно место. На всю Вселенную хочу я распространить благодатные дары спасения. Во всю землю прошло вещание их в концы Вселенной и глаголы их. Римлянам 10.18 Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Духом и Истиной. Говорит Ему жена, мы знаем, что когда придет Мессия, называемый Христос, то возвестит нам все. Вот блудница, любомудрствующая о духовном, вот блудница, у которой Писание не сходит с языка. И хотя телом она была погружена в нечистоту блуда, но душа ее была очищена усердным чтением Божественных Писаний. Знаем, что когда придет Мессия, Мессия в переводе значит помазанник, поэтому Самарянка и говорит, ожидаю помазанника, которого плоть будет помазана Божеством. Когда тот придет, то все возвестит нам. О, духовная высота! О, женщина! Блудница и все знающая! Смотри, как она устремлена от земного к небесному. Моисей называет посланник ожидаемого Христа, приходящего для спасения всего мира. Опять пророк, опять Господь, и Господь не называет уже более иудеем, но допытывается о даровании воды у Господа. Не говорит уже ему, как ты, иудей, просишь у меня, Самарянки, напиться воды. Но что, говорит, вижу, что ты пророк. Заметь, как восхищает она добро духовных дарований. Заметь, как все у нее основано на Писании. Знаем, что когда придет Мессия, Его я ищу, Его, ожидая, к Нему стремлюсь. Говорит Иисус, я тот, кто говорит с тобою о великое и необычайное чудо. Столь ясно открыл Господь блудницы то, что многим из апостолов еще не было открыто. 678. Апостолам Клеопе со спутником не открылся он сразу, а когда отверст очи их, тогда стал невидим для них. Так что они потом уже говорили, не горело ли нас сердце? Им не открылся, а Самарянки говорит, я есть тот, кто и говорит с тобою. Что сделан для одного только Павла, взошедшего на третье небо, восхищенного в рай и слышавшего неизреченные глаголы, уловившего вселенную? Это самое гораздо раньше сделал для Самарянки. Павлу Господь ясно открылся в словах, сказанных с неба. Савву, Савву, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Савву же сказал, кто ты, Господи? Он же сказал, я Иисус Христос, которого ты гонишь. То же самое теперь Господь говорит Самарянке. Это я. В это время приходят ученики и находят его беседующие с женщиной. И удивились. Но ни один не сказал, чего ты требуешь. Поклоняемый ангелами беседовал с блудницей. Разделяющий с отцом бесконечное царство наедине беседовала с женщиной. А она, оставив водонос, поспешила в город. Оставила водонос, так как насытилась водой и живою. И, придя к горожанам, громко восклицала. Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Придите и посмотрите человека. Не сказал, идите, смотрите Бога среди людей, чтобы не приняли ее за безумную, чтобы не сказали люди, а она о выступлении. В самом деле, видел ли когда-нибудь кто Бога, ходящим по земле? Видел ли кто когда-нибудь Бога среди людей? Придите и посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Она возбуждала в нежелание пойти и сделать все его добычи. Как сама она была уловлена, так уловляла других. Сама началась Иудея и дошла до Господа. А их от человека руководит к познанию Бога. О блудница проповедница! О блудница превзошедшая апостолов! Ведь только по исполнению всего домостроительства, только тогда апостолы начали апостольскую проповедь. А блудница и прежде страдания, искупления и воскресения благовествует Христа. «Придите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Для вашей пользы я всенародно объявляю свои грехи. Я разглашаю свои пороки, чтобы вы увидели Бога, пришедшего к людям, и поклонились Христу, негнушающемуся грешниками. Придите и посмотрите человека, который сказал мне все. Не он ли Христос?» «Видишь, мудрость женщины, видишь, благомыслие блудницы, об одном только грехе, именно о блуде, сказал ей Христос. И она оставила водонос, побежала в город, говоря, «Придите и посмотрите человека, который мне все сказал». Проповедует об его всеведении, и ее проповедь превосходит проповедь апостолов. Она не видела его воскресшим из мертвых, не видела, как Лазарь четверодневно возгласил он из гроба, не видела его победы над смертью, не видела моря, укращаемого словом, не видела, как создавший Адама брением восполнял недостаток творения у слепого и проповедовала о том, кто в раю словом своим из глины. «Придите и посмотрите человека, который сказал мне все». И из города того многие самаряне уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Будем и мы подражать этой женщине, самарянке, в том, чтобы не стыдиться своих грехов, но боясься Бога, а то оно не бывает, как я вижу, напротив. Грядущего судить нас мы не боимся, а тех, которые нисколько не могут повредить нам, мы боимся и стыдимся. И за то, чего стыдимся, за это понесем наказание. Ведь тот, кто стыдится открыть человеку грехи, а не стыдится грешить перед очами Божьими, и затем не желает не сознаться в своих грехах, не покаяться, будет посрамлен в тот день не перед одним или двумя, а перед всей вселенной. Итак, побеседуем со Христом. Он ведь и теперь стоит среди нас и беседует с нами через пророков и апостолов. Будем же слушать Его и повиноваться Ему. Доколе будем мы жить суетно и напрасно? Если здесь данное нам время мы проведем без пользы, то, отошедши отсюда, подвергнемся тяжкому наказанию за неосмотрительную трату. Бог даровал нам эту настоящую жизнь и вдохнул в нас разумную душу, не для того, чтобы мы пользовались только этой временной жизнью, но чтобы все получили и будущую жизнь. Неразумным животным предоставлена только настоящая жизнь, а мы для того и имеем бессмертную душу, чтобы готовиться к тамошней жизни, чтобы просиять там, чтобы ликовать с ангелами, чтобы царю предстоять всегда, в бесконечные веки. Для того и душа наша бессмертна, и тело будет возвращено нам. Если же ты, когда перед тобой небесное, привязан к земле, подумай, какую обиду наносишь ты своему благодетелю. Он предлагает тебе небесное, а ты, не обращая на это внимания, предпочитаешь землю. Пренебрегаемый, он угрожал тебе и гиеной, чтобы ты узнал отсюда, каких ты лишаешься благ. Но да избавит нас Бог от опасности испытать это наказание на деле. Благоугодившись же Ему, да удостоит вечных благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава с Отцом и всесвятым и животворящим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.